Доверчивый посетитель компьютерного зазеркалья погружается в волшебную атмосферу, ничего не подозревая о таящихся там опасностях. Но в цифровой вселенной за маской доброты и красоты прячутся самые жуткие кошмары, которые только может объять человеческий разум. Мы представляем вам самые мрачные стороны игрового измерения. Мы рассказываем о бесчисленных ловушках по ту сторону экрана. Приготовьтесь, в ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Виртуальный мир крайне непредсказуем и полон неожиданностей. Нельзя верить первому впечатлению, ибо то, что видишь, порой может оказаться совсем другим. Мы начинаем обратный отсчет. Десятки самых необычных первоплощений по ту сторону экрана. Жестокие убийства, дерзкие грабежи, изощренные изнасилования, контрабанда наркотиков. Человеку с таким послужным списком не место даже в самом извращенном обществе. Однако в 26 веке, когда силы конфедерации столкнулись с нашествием инопланетных гадов-зергов, даже у самых отъявленных негодяев появился шанс послужить людям. С помощью нейроресоциализации рецидивисты становились преданными конфедерацией-морпехами. В специальных камерах вчерашних зэков превращали в напичканные электроникой и вооруженных досубов киборгов, закованных в титановую броню. Освобожденные от всех прежних зависимостей, приверженности идеологиям и религиям, эти неустрашимые солдаты были готовы защищать интересы людей любой ценой, даже ценой своей жизни. Общество таким образом давало провинившимся гражданам возможность смыть кровью свои грехи. Заключенные, ставшие храбрыми киборгами-пехотинцами из серии «Старкран», мужественно стоят на десятой ступеньке сегодняшнего подиума. С малых лет Джеки был выброшен на улицу. Он рос дикарем, пока его не похитил наркобарон Полли, чтобы воспитать верного наемного убийства. Джеки возненавидел Полли всей душой и всячески старался насолить хозяина, за что однажды и поплатился жизнью. Погибнув, Джеки не исчез полностью. Тело 21-летнего парня вселилась тьма и вернуло его к существованию, одарив поистине дьявольскими способностями. Отныне Джеки был сильнее, выносливее и проворнее, чем обычный человек. Однако, самым сильным его оружием являлись две огромные ужасающие змеи, которые вырастали из-за его спины всякий раз, когда парень входил во мрак. Эти зубастые конечности с несколькими парами глаз и отвратительными гребнями являлись почти самостоятельными животными, хоть и росли из его тела. Они служили для того, чтобы уничтожать людей, на которых охотился Джеки. Эти мерзкие штуки душили, кусали, грызли сердца мафиози и продажных полицейских. С каждым проглоченным сердцем сила и длина этих змей увеличивалась, а это означало, что врагам Джеки приходилось все хуже и хуже. Демоническая трансформация Джеки Эстакадо из The Darkness притаилась во мраке девятой позиции сегодняшнего хит-парада. Средние века не зря считались темными временами. Тому доказательством служила обилие темных сил, свирепствовавших в то время. Всевозможные колдуны, знахари, ведьмы соседствовали с охотниками на этих ведьм и обычными людьми. А оборотни и тролли считались чуть ли не коренной фауной местных лесов и болот. Жил в окрестностях города Вызимы и Стрыга, чудовищный гибрид женщины и хищные не то обезьяны, не то гиены. Однако то был не просто зверь, а человек, на которого было наложено проклятие. В теле Вызимской Стрыги жила принцесса Адда, дочь короля Тимерии Фальтеста. На несчастную Адду проклятие было наложено еще до рождения, поэтому ребенок сразу родился Стрыгой. Ее мать скончалась при роде, а девочку умертвили и похоронили. Однако на протяжении почти 20 лет тело не разлагалось, а постепенно превращалось в ужасного оборотня. Помраченное сознание этого монстра не признавало человеческих чувств и рыжевалу Сестрыга могла лишь убивать. Однако с рассветом она вновь принимала человеческий облик, не помня абсолютно ничего из того, что было ночью. Существовал сложный способ снять проклятие с этого создания, но даже после этого оставался риск, что девушка станет чудовищем. Еженочные превращения принцессы Адды в отвратительную Стрыгу из The Witcher располагаются на восьмом месте нашего хит-парада. Сделаем паузу, чтобы передохнуть. Не переключайтесь. После рекламы вам вновь будет страшно и интересно. Мы продолжаем обратный отчет самых необычных перевоплощений игровой вселенной. Его звали Смиагол. Он жил жизнью обычного хоббита и наслаждался каждым днем. Но однажды его судьба сделала крутой поворот. Один из его друзей нашел золотое кольцо, которое так очаровало Смиагола, что тот, обезумев, убил друга и отобрал находку. За свое преступление Смиагола прозвали Голумом и изгнали из родных краев. Голум удалился в темные горы, где 500 лет прожил отшельником в отвратительных темных пещерах. За это долгое время он исхудал, осунулся. Его кожа стала мертвенно-бледной. Голум начал страдать раздвоением личности и разговаривать с собой, причем в третьем лице. Такое тихое безумие продолжалось бы очень долго, если бы в один момент он не потерял свою прелесть в одной из мерзких пещер. Позже кольцо было найдено другим хоббитом, Бильбу Бэггинсом. Тогда Голум решился выйти на свет и во что бы то ни стало вновь завладеть заветным предметом. Однажды ему это удалось, но вскоре он погиб в жерле вулкана, положив конец истории кольца и всех несчастий с ним связанных. Деградация хоббита под воздействием волшебного кольца из The Lord of the Rings сегодня на седьмом месте. Еще совсем недавно Ортес был настоящим символом мужества, бесстрашия, геройства. Красавец-принц, обладая сумасшедшей харизмой, был обожаем своими подданными. Когда армия во главе со своим молодым главнокомандующим возвращалась из похода, люди встречали воинов овациями, осыпали их розами, трубили в трубы. Но однажды пришла страшная беда. Ортес, сам того не ведая, поддался чарам владыки тьмы и стал его слугой. С этого момента принца буквально подменили. Темные злые одеяния сменили белые одежды, которые когда-то любил принц. Место фамильных гербов заняли черепа, как доказательство того, что юноши теперь служат не своему народу, а злу. И, наконец, проклятый меч Фростморн, добытый в северных землях, теперь всегда был в его руках, что означало, что жители Лордерона обречены. Их принц встал на противоположную сторону. И тем, кто не хотел встать на защиту тьмы, суждено было умереть от рук своего же властелина. Превращение принца Артаса в величайшего из рыцарей смерти. Варкрафт 3 становится шестым в когорте самых необычных первоплощений игровой вселенной. В 1948 году Эндрю Райан сумел воплотить в жизнь свою мечту, построив восторг. Рай для самых талантливых и богатых. Город, свободный от власти правительства и религии. Место, где жители могли бы реализовать любые мечты. Но совершенное однажды доктором Тенненбаумом открытие стало первым гвоздем, вбитым в гроб подводного Эдема. Обнаруженное в водорослях чудодейственное вещество Адом, способное улучшать физические и умственные возможности человека, а также излечивать болезни и раны, стало чумой города восторг. Вызывая у людей абсолютную зависимость, Адом, замещая клетки организма своими, превращал человека в настоящее чудовище, названное сплайсером. Изуродованное лицо, скрытое под отвратительной маской, скрюченная фигура, невообразимая манера передвигаться, которую невозможно назвать даже походкой, нечеловеческая агрессивность, заставляющая их нападать на тех немногих, кто смог уберечься от подводной заразы. Отсутствие каких-либо желаний, кроме одного, как можно скорее достать очередную инъекцию Адома, чтобы стать еще совершеннее, а по сути еще уродливее. Вот во что превратилось население восторга. Те, кто еще совсем недавно считались сливками общества, лучшими представителями человечества. Сплайсеры из Биошок — яркий пример перевоплощения людей, открывая пятерку самых необычных превращений виртуального мира. О коварстве женщин сказано немало слов, написано немалое количество строк. Их умение скрывать за очаровательной внешностью свою истинную натуру во все времена поражало представителей сильного пола, слабеющего перед женскими чарами. Не стал исключением и отважный геотский воин Беавульф, прибывший на корабли в датские земли, дабы избавить жителей королевства от страшного монстра. Одолев чудовище, он отправился в пещеру женщины-демона, матери убитого гада, чтобы расправиться с ней. Но вместо страшного чудовища он увидел прекрасную особу, перед чарами которой не смог устоять. Тогда ему не суждено было знать, что под маской дивной обольстительницы скрывается ужасный дракон. Дракон, жаждущий крови смертных. Ведь мать поклялась отомстить человечеству за убийство сына. Хрупкая и безобидная девушка оказалась безжалостным жестоким монстром, несущим разрушение и убивающим все живое. Ее коварство и ненависть к людям, помноженное на хитрость и умение обвести вокруг пальца, обеспечило этому главному антагонисту игры Беовольф четвертое место. После нескольких минут рекламы мы представим вам удивительную тройку самых невероятных перевоплощений виртуальности. Оставайтесь с нами. Мы представляем вам тройку самых необычных перевоплощений по ту сторону монитора. Однажды человечество возомнило себя настолько могущественным, что осмелилось отправиться в космос, чтобы разрушать чужие планеты. Но однажды судьба преподала взорвавшимся хомо сапиенс горький урок. Один из шахтерских кораблей наткнулся на странный камень, не похожий на обычные глыбы. Он был живым и превратил весь экипаж злополучного судна в нечто невообразимое. Сначала люди погибли. Потом их тела приобрели настолько противоестественные формы, что это не поддается описанию. Некроморфы, коими они теперь являлись, выглядели как куски окровавленной полуразложившейся биомассы со смертельно опасным для человека поведением. Единственный живой человек, которому не посчастливилось столкнуться с ними, был техник Айзек Кларк. Он мог бы в красках рассказать о том, как эти создания не проявляли признаков движения в отсутствии человека и набрасывались на него, когда тот приближался. Строги. Проклятые строги. Какого черта они не вымерли на своей планете? Так думал каждый землянин в 2065 году. Безумная раса полулюдей-полумашин вторглась на нашу планету, чтобы захватить все природные ресурсы. Человечество было лишь ценным строительным материалом для новых строгов. Люди дали самый ожесточенный отпор захватчикам и однажды даже высадились на их родной планете. Строгосы. Ключевую роль в контрнаступлении сыграл капрал Мэттью Кейн. В составе отряда «Носорог» он пробирался к самому центру зла. Однако на одном этапе Кейн был взят в плен и подвергнут по-настоящему адскому испытанию. Как и все пленные, он должен был стать строгим. Жестокость процесса трансформации живого тела не поддавалась описанию. В грязных лабораториях на ужасной конвейерной ленте лежало зафиксированное тело Кейна, в котором было проделано несколько технических отверстий. Затем ему отпилили ноги и вставили вместо них металлические протезы. После этого наступил этап стирания человеческой личности. В финале жертву ожидало вживление в мозг микрочипа, делавшего человека биомеханоидом. Однако на этом отрезке Кейна чудом спасло вторжение сослуживцев, прервавших дикий процесс. Кейн получил новое тело, более сильное и ловкое, но вернуть свою человеческую сущность было не суждено. Тошнотворная и жестокая перекройка тела Мэтью Кейна из Квейк 4 сегодня становится второй в нашем списке. Какое же из перевоплощений виртуальной вселенной стало самым неожиданным? Это мы узнаем после того, как пробежимся по девяти предыдущим историям. Открывают десятку заключенные серии Старкрафт, превращенные в киборгов-пехотинцев. Демоническая трансформация Джеки Эстакада из The Darkness притаилась во мраке девятой позиции. На восьмом месте располагаются еженочные превращения принцессы Ады в отвратительную стрыгу из The Witcher. Деградация Хоббита под воздействием волшебного кольца из The Lord of the Rings на седьмом месте. Шестым стало превращение принца Артаса в величайшего из рыцарей из Warcraft 3. Пятерку открывают сплайсеры из Биошок. Гигантский дракон, способный превращаться в очаровательную особу, обольстившую самого Биовульфа из одноименной игры, становится четвертым. Бронзовые медали за тотальной мутацией персонала корабля из Шимура из Dead Space. Тошнотворная и жестокая перекройка тела Мэтью Кейна из Quake 4 сегодня на почетном втором месте. А теперь приготовьтесь удивляться, ведь прямо сейчас вы увидите самые необычные перевоплощения виртуальной вселенной. Обычное дело увидеть несущийся по хайвее Chevrolet Camaro или Pontiac Solstice или проползающий мимо пикак GMC Top Kick. Но узнай человек о том, что скрывается под кузовом обычного представителя американского автопрома. Он мог бы с легкостью лишиться рассудка. За безобидной внешностью скрываются несравнимые по своей мощи и вооружению инопланетные механоиды. Эти воинственные представители двух враждующих группировок автоботы и десептиконы. Они борются за господство во вселенной и превращают зеленую планету в поле Брайн. Из привычных человеческому глазу объектов они за доли секунды трансформируются в настоящие машины смерти, готовые обрушить всю свою исполинскую мощь на врага. Железные воины сходились в бою, чтобы, приложив недюжие усилия, повергнув врага, вновь стать тягачом Петербилд, истребителем F-22 или обычным вертолетом. Трансформеры из одноименной игры, названные так благодаря своему умению радикально менять форму, заслуживают звание чемпиона сегодняшнего виртуального соревнования. Только что вы наблюдали десять самых необычных перевоплощений. Хотя порой и кажется, что в реальной жизни случается волшебство. Все-таки чудеса – это порождение виртуальной вселенной. В следующих выпусках мы продолжим знакомить вас с самыми удивительными и пугающими проявлениями цифрового измерения. И вам вновь будет страшно и интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова